Хроническая обструктивная болезнь лёгких Нужно знать, что для больных Пульма-Профи Необходимо обязательно делать функцию внешнего дыхания Это основной показатель, по которому можно поставить диагноз Хроническая обструктивная болезнь лёгких или же бронхиальная астма Первые признаки болезни – это длительный кашель, выделение слизи при кашле, одышка К сожалению, люди, которые курят, начинают кашлять многие через 3-4 года Некоторые кашляют через 10 лет, и они привыкают к этому состоянию кашля Такие больные не обращают внимания уже на то, что у них кашель долгий на протяжении многих лет И это один из показателей, что обязательно нужно сделать функцию внешнего дыхания Этот метод диагностики занимает всего несколько минут Прибор определяет объём и скорость выдыхаемого воздуха Или форсированную жизненную ёмкость лёгких, как говорят специалисты Когда поставим диагноз хроническая обструктивная болезнь лёгких Для нас стоит вопрос, какая степень этого заболевания Степень заболевания учитывается по другому показателю Объём форсированного выдоха за первую секунду И в зависимости от процента мы ставим степень Если же это вторая степень, то на самом деле достаточно только препараты Если же мы ставим степень третья-четвёртая, то есть это более тяжёлая степень То тогда присоединяется обязательно лечение небулазер-терапии И в четвёртой степени это кислородотерапия Хобл неизлечима, но своевременное лечение позволяет замедлить развитие болезни Когда хроническая обструктивная болезнь лёгких, имея четвёртую степень То есть повреждение бронхов идёт более 70% То есть это показатель, когда объём форсированного выдоха за первую секунду равен меньше 30% То есть остальная часть бронхов не работает Поэтому, чтобы восстановить кислород, а это заместительная терапия То есть мы даём больному готовый кислород Его лёгкие не справляются, мы даём готовый кислород Соответственно, время, чтобы восстановить кислородную недостаточность Занимает от 16-18 часов в сутки То есть это достаточно длительная процедура, но зато это продляет жизнь на многие годы Главная задача любого пациента с Хоббл – полный отказ от курения В зимние месяцы очень важно следить за профилактикой и лечением простудных заболеваний гриппа Особую роль играет ежегодная противогриппозная вакцинация Также в программу профилактики входит физическая активность Это должны быть активные и динамические тренировки Нацеленные на выносливость и развитие мышц Оптимальный вариант – скандинавская ходьба и плавание Важно уделять внимание питанию Поскольку Хоббл вызывает снижение веса Врачи рекомендуют белковую пищу и продукты с большим содержанием ненасыщенных жиров